Долгожданная встреча. По всей России возвращаются к своим семьям уже отслужившие призывники. Целый год они были вдали от дома и родных. О том, как пережить разлуку близким, в следующем материале. Ровно год назад Игорь Корзов был призывником. Прощался с родными и уезжал служить в Мурманск, в автомобильные войска Северного военно-морского флота. В тяжелое время разлуки с родным домом скрасила девушка Игоря Катрина. Она постоянно писала письма, отправляла посылки. Первый месяц разговоры по телефону были строго раз в неделю, по средам. Позже три раза в день, перед каждым приемом пищи. А уже ближе к дембелю и вовсе можно было позвонить по видеосвязи. В первое время, конечно, было очень тяжело, потому что ты привыкаешь, что постоянно рядышком твой человек, и ты одна остаешься, и тебе нечем заняться, как будто бы очень одиноко, тяжело. Но со временем привыкаешь, чем-то нужно обязательно себя занять, побольше работать, какие-то хобби, на что-то записаться, не знаю, на любые кружки и так далее. И тогда, конечно же, будет легче, и время пойдет гораздо быстрее. Год разлуки с родными никого не оставит равнодушным. Так и мама Игоря первое время сильно переживала. Ну, конечно, первое время мне его не хватало. Три месяца как бы тяжеловато было, а потом привыкли. Ну, не на войну отправляем. Переживали, что в какую часть попадет, как служить будет. Ну, слава богу, сейчас год, и ничего, хорошо, все нормально. Долгожданная встреча. В зоне приюта аэропорта вся семья. Игоря ждали мама и папа, сестры и братья-племянники, дядя и бабушка. Обязательная военная служба пугает многих мам. Нет возможности позвонить сыну в любой момент. Плюс ребенок находится далеко от дома. Это сильный стресс. Но Ольга нашла в себе силы благодаря поддержке мужа и девушки Игоря. Ничего страшного в этом нет. И ждали. Спасибо, конечно, девушке Игоря. Она очень поддерживала его. Мы-то с мужем вдвоем друг друга поддерживали. Но спасибо девушке. Она его поддерживала. Из-за этого, наверное, ему служить было легче. Призыв на службу в Неницком округе осуществляется осенью. В этом году большая партия новобранцев также отправилась служить в войска Северного военно-морского флота. Наталья Туркина, Катрина Тайбари, Леонид Шишилов, Телеканал Север.